Всем привет! И у нас сборы полным кодом. Посмотрите, что происходит. Вот здесь вот куча вещей. А тут вот Степан у Катюхи с телефоном помогает. Уже в рот затянул. Помогает нам собираться. Дальше сейчас покажу. Вот здесь вот у нас всё собирается. Вот так вот. Как мы это потащим? Я не знаю. Три чемодана, сумка, Стёпа, коляска, собака. Это какой-то трэш. И сейчас я вам покажу ещё один чемодан. Он уже полностью всё. Он уже готов. Охренеть! Реально? Я тебе говорила, что его очень сложно не поднять. А чё он такой тяжёлый? Ребёнок и я. Всё, бежим. Любимый мультик, да. И робот-терапия. Алё, здравствуйте. Я увидел у вас объявление на Алыксе. А комната есть для семейной пары? На сегодня? Нет, на завтра и на неделю. У нас только через неделю будет. А сейчас ничего нету? Нет, на сегодня и на завтра нету. А, понятно. Ладно, спасибо. Ничего нету. А в чём я отличаюсь не от гражданина Узбекистана? А вы гражданин надо на России. И что? Услуга есть. Услуга, что... У меня гражданство России, но у меня есть прописка. Меня не надо прописывать. Не-е-е, прописка. Я понял, я понял. Это не прописка. Это регистрация просто на хостеле. Одна-дена. Ну, мне её не надо делать. Зачем мне её делать, если я зарегистрирован? Да, брата, это... Нужен. Регистрация нужна. Сто... Своего нету, брата. Сто пятьдесят тысяч за двоих. Сто пятьдесят тысяч это гражданство. Нужен Узбекистан. А вы не в Узбекистан гражданство. Это невозможно, брата. То есть из-за того, что я не гражданин Узбекистана, мне дороже, правильно? Да, это же потому, что регистрация услуга. Да, мне не нужна регистрация, это услуга. Я же вам... Мне нужна регистрация, меня нужна. Почему так? Если ты не гражданин Узбекистана, то тебе дороже, получается. У нас сборы полным хода. Вот тут вот стоит собранный чемодан. Здесь уже всё прибрали. Там спецтёпа. Всё помыли. Эта комната к сдаче готова. В коридоре ковры везде постелили. Арчи, как всегда, лежит у себя, отдыхает. Осталось прибрать только эту комнату. Вот это всё прибрать. Это всё собрать. Тут мы тоже всё собираем. В 4 часа у нас придёт хозяйка. Будет принимать квартиру. Мы ничего не испортили, ничего не повредили. Совесть чиста. Всё помыли, всё прибрали. Ну как, Катюха всё помыла, всё прибрала. Большая молодец. Вот. Сегодня мы едем в Ташкент. Там мы забронировали гостиницу. Правда, мы её забронировали на Алексе. Договорились за 200 сумм на ночь. И вот сегодня мы туда поедем. Мы приедем примерно в 11 вечера. И надеемся, что не возникнет никаких проблем. В Телеграме скинули геопозицию этой гостиницы. Так что мы вас будем держать в курсе всех событий, что происходит. И пока я всё это говорил, кто проснулся? Ты проснулся? Как у тебя дела? Передай всем привет. Скажи, я сегодня еду в Ташкент. Вот так. Он вам поцелуй передал. Всё, у нас приехала хозяйка. Сейчас они будут подниматься, принимать квартиру. Мы тут навели порядок. Ну это понятно, что сейчас уедет вместе с нами. Вот это всё. Но есть одна маленькая проблемка. Он не собирается просыпаться. А вот как мы это всё потащим, вот это всё остаётся загадкой. Мы, короче, загрузили с такси. У нас попался замечательный водитель. Он помог все вещи донести. Кое-как мы полностью загрузились в машину. Вот так это всё выглядит. Всё, поехали на вокзал. Там, кстати, нас хотели прийти проводить. Тут мучается Катюха. Я ей говорю, оставь, Катя, я довезу. Ну легко, Катя, сошла. Вот так вот, первый круг хада пройден. Почти что. Я не представляю, как мы в аэропорту, там X 15 тысяч миллиардов хуже. Всё, в общем, идём к вокзалу. И там сзади нас ещё один чемодан. Катюха, рассказывай. Мне вы дарили шоколадку большую, Алёнка. Обожаю. Нас приехала проводить Рено. Она ведёт YouTube-канал. У неё прикольные розыгрыши. Переходите, посмотрите. Она пришла нас проводить. У Катюхи подарила шоколадку. Я буду ехать по-иди, буду кушать. Спасибо вам. И спасибо, что пришли проводить нас. Да, да, не получилось с вами встретиться. Короче, ветер дует. Нам вот там помогают. Тележки Катят. Здесь бежит Катюха. Здесь Арчи. Вот. Нам помогают тележки нести. Всё, короче. Мы прыгнули в поезд и стартанули. Тронулись. Тронулись. Катюха, пару слов о всей загрузке. Ну, что сказать. Вообще о всей загрузке он доволен, что он разделся. Я скажу одно. Наконец-то загрузились. Всё. Чемоданы стоят. Мы едем. Слава Богу. Спасибо большое Рено, что пришла нас проводить. Вообще такая просто душевная, милая женщина. Передаём привет. Мы сейчас будем пить кофе с шоколадкой, который подарила Рено. Блин, я обожаю шоколад. Я уже вообще... Коляска, сумка, чемодан тут и там два чемодана. Ага. Это вообще полная загрузка. Стёпа здесь. Да. Степан у нас лежит там, кушает. И мы с Катюхой тоже решили покушать. Катя не может оторваться от шоколадки, которую ей Рено подарила. Кофе. Это у нас самса. Вот это вот наивкуснейшая аджика. Я просто её обожаю. Я даже не знаю, как без неё жить буду. У нас лепёшечка и котлетки. Со мной учишься варить. А если кто знает рецепт, пожалуйста, расскажите реально в комментариях. Мы не знаем, как делать аджико. Вот такую вот для самсы. У меня её всегда вот такие баночки дают бесплатно. Приятного аппетита всем вам и нам. Это так уютно на самом деле ехать, кушать лепёшечку с котлеткой. Пить кофе в три раза вкуснее. Пока мы едем в поезде, у нас вышел ролик, где я готовлю шурпу. И терминатор Т-800, он первый комментарий оставил. Он так написал, я первый. А второй получается у нас Алим Касимов. Он просто смайлик оставил. У нас подъехали новые комментарии. Пишут. Стёпа, привет. Арслан пишет. Фара пишет. Николай Наумов, привет. А что ты там делаешь? И где Лера? Я на Николая Наумова похож. Не знаю. Велмакс Уз пишет. Прикольная шурпа. Ждём теперь приготовления плова. Надо было Пепси тоже самому сварганить. Но Пепси бы я сам не смог сварганить, это точно. Как это вообще делается? Ну, шутка, шутка. Ну, шутка, да. Стёпа станет чемпионом по боксу. Вам миллион лайков. Пишет Бек. Спасибо, Бек. Но мы его хотели в хоккей отдать. Бек пишет. Добавьте лавровый лист. Согласен. Мы забыли добавить лавровый лист. Точнее, я забыл добавить лавровый лист. Юрий Сергеев пишет. Привет, ребята. В Аргентине тоже, наверное, есть кафе и рестораны узбекской кухни. Они есть по всему миру. Даже в тех странах и городах, где, по идее, их быть не должно. Так что в Аргентине будете есть узбекскую еду и самим готовить не нужно. В любом случае, мы будем готовить дома. Если есть узбекская кухня, обязательно посидим, покажем и скажем, где лучше. И опять же, Юрий Сергеев пишет. Мужчины всегда готовят вкуснее, потому что они не отвлекаются от приготовления еды. А когда готовят женщины, то ей нужно делать несколько дел одновременно. Готовить и стирать, и убираться. И за детьми смотреть. Поэтому у них все время то переварено, то пересолено, то еда подгорает. Понятно, Катюша? Что-то в этом есть. Катюха начала собираться. Нам выходить через 5 минут. А ты только сейчас начала собираться. Что, поздно в Паршкет? Нормально. Мы уже тут обжились. Как будто бы год едем. Ну все, одеваемся. Да. И выходим. Мы в Ташкете. Это первый пошел. Опачки. Второй пошел. Все, Катюхой выгрузились. Ты как? Вагон номер 9. Вот этот вот. И сейчас все это потащим. Куда? Давай, надо выйти с вокзала. Хухухух. Кстати, Ташкент нас встречает потеплее. Да, очень тепло. В Ташкенте тепло. Катюха попросила достать камеру. Что-то хочет, наверное, рассказать. Давай. Мы в Ташкенте. Ты рада, что ты в Ташкенте? Ну, клево, да. Я всегда хотела побывать в Ташкенте. А мы в гостиницу заселимся? Мы обязательно заселимся. Мы вызвали... Не вызвали, она встретила такси. И, кстати, не загнул цены. Не загнул цены. Стас проверил по Яндексу, сколько стоит. Что-то, ну, отлично вообще, супер. Короче, клево. Настроение классное. Ага. Разбираются, куда нам ехать. Там Катюха. Опять загрузили вот так чемоданы. А тут разбираются, где гостиница находится. Такие дела. Едем. Первый мини-план мы осуществили. Мы добрались до гостиницы. Вот это все наше добро. Вот. А там Арчи. А тут Катя. Сейчас пойдем заселяться. Ах, Катюха стоит. Чего ждешь? Все, идем заселяться. Здрасте. Мы бронировали. Твои ребенок? Да. Твои ребенок? Трои ребенок, да? Да. Животных нет? Вот. Я же скидывал в телеграм. Вот так, смотрите. Собачка? Да. Я же вам скидывал в телеграм. Ну, не мне. Ну, я не знаю. Я скидывал в телеграм. Могу показать. Я изначально предупреждал. Она будет гулять? Нет, она в сумке будет жить. Все время? Да. Ну, на улице, конечно, он будет... Не, понятно. На сколько дней у вас там... На 8 дней. Вот, я скидывал вам вчера телеграм. Сейчас уточним. Начинаются какие-то проблемы. Вы с женщиной разговаривали, да, по-моему? Да. Вы с женщиной, потом с мужчиной. Мужчина еще отвечал по телефону. А, не спрашивай. Женщина спрашивала у начальства. Начальство одобрило. Нет, я спрашивал по поводу... Мы 200 тысяч... Вы, конечно, не взбеги стали или... Россия. Россия, нет. Ну, цена у нас уже обговорена. Да. Нет, дело не в цене. А? И собаку я скидывал заранее. Не, не, не интересует. Цена одна для всех. И для вас, и для узбеков. Разницы нет. А. Вот, что это было? Мутит. Вот, мутит. Реально мутит. Сейчас посмотрим, что мутит. Очень интересно. Интересно, что же нас придумали в этот раз? Помнишь, мы ехали, я говорю, чувствую, что будут сюрпризы. Чувствую. Какие-то проблемы. А какие проблемы? Это собака, собака. Как собака? Ну, вот, посмотрите. Я вам вчера скидывал в телеграм-канале. Есть такой нюанс. У нас собачка, но он живет... Я скидывал. Остальные русские, я не знаю. А откуда я знаю? Со мной же по телефону. То есть, вы хотите сказать, что я сейчас маленьким ребенком с кучей чемоданов в чужом городе, не знаю, где я буду жить? Вот это да, да? Ребята, пишите в комментариях, как вам. В итоге что? Я слышал, просто это не моя тема, а половина это им касается. Я просто иногда вот связываюсь, потому что я намного лучше, чем знаю язык, чем они. Не, просто меня попросили в телеграме написать. Ну, я написал в телеграме, я аж ничего не скрывал. Я как бы знаю, что едут с маленьким ребенком и... Слово полностью согласен, я сейчас думаю только обозначен. Ни о собаке, ни о вас. Я только думаю о ребенке. Честно. Я и о вас, и о вас и думаю. А собачке тимбур? Я только о нем или о ней думаю. О нем. Стараюсь сейчас с ними решить хотя бы на один день. Хорошо. Чтоб на улице вы не стояли. На один день? Ну ладно. И я просто, вы говорите, ваш, не ваш корпус. Просто дело в том, что я всех предупредил. Я ничего не скрывал. Я заранее всем все написал. Я заранее договорился о цене. Вот их, ребят, дела в Ташкенте. Типа изначально все решили. В итоге мы просто тупо торчим на улице и ждем. Время, полденадцатого ночи. Сейчас, говорит, решим хотя бы на одну ночь. То есть, это типа мне завтра надо потратить целый день, найти опять же жилье, со всеми чемоданами куда-то переехать. Но это шутки или это не шутки? Если что, я приглашу скриншоты телеграмма, что я писал, что у нас собачка, и мне скинули геолокацию, куда ехать в гостиницу. Так, идут с книжкой уже что-то. На один день только с одним условием. На один день какого условия? С одним условием. С собачкой, чтоб не пачкала нигде. Он не выйдет, я же сказал. Ну, мы за него несем ответственность. Личная гигиена есть, да, у нее? У него? Все есть. Давайте вам помог. Где это ваше? Мы принесем просто, давайте номер, чтобы у меня жена расположилась. Я за это деньги не беру, я просто... Я понимаю, я просто хочу, чтобы маленького достали как бы. Пойдемте. Ну все, нас заселят на один день, завтра мы со всеми этими чемоданами поедем искать новую гостиницу. Такие вот дела. А стоимость такая же, как договаривались? Ну, сколько вам сказали, сколько оно ей будет? Ну, сколько оно будет? Не знаю, здесь вся, да вам... Двести. Двести сказали? Двести. Еще договаривались, спрашивали у начальства. Будет двести или нет? Хорошо. Раз сказали, ты знаешь. Все, идем заселяться в номер. Можно у вас взять интервью? Да, попробуйте. Как тебе ситуация, которая сложилась? Мы только приехали, и пожалуйста, как? Не очень, конечно. Не понравилось. Не понравилось. Просто, типа, нигде такого не было. Например, вспомни, Бухару с собачкой хорошо встретили, с улыбкой на лице пришли, все прекрасно. Все, заходите, заселяйтесь. Покажем все номера, выберите, в котором будете жить. Вот вы представляете, просто нам завтра, вместо того, чтобы пойти что-то гулять, снимать и так далее, мы просто будем, потратим полдня, мы все эти чемоданы, ребенка, все это заново просто потащим в новую гостиницу, где ее искать я не представляю. А вот здесь вот так получилось. Так не делается. Так делать нельзя. Ну, согласись. Нет, мы даже, мы понимаем всю ответственность, что это мусульманская страна, что собака не особо тут приветствует. Но мы всех честно предупреждаем о собаке, мы берем за него полную ответственность. Причем весь прикол в чем? В том, что они говорят, что вот, говорили по-русски, вас, типа, никто не понял, мы фотографию скинули по фотографии. То есть, на фотографии нет слов. Да, во фотографии это собака. В фотографии это собака, все, да, да, нет, нет, типа, тут даже не знать русский или не знаю русский. Ну, это понятно, что, а для чего еще люди скинули фотографию собаки? Хорошо, что хоть пустили на одну ночь, спасибо. Хотя бы на... Хотя бы за это, потому что, если мы сейчас ночью бы что-то искали, это была бы, конечно, вообще катастрофа. На улице, с ребенком, ну, как-то не очень. А так, хотя бы так. Ну, хотя бы так. Ладненько. Будем держать в курсе. Всех спокойной ночи. Приключения только начинаются. Начинается вообще. Ха-ха.